МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем выпуск с важной общерегиональной новости. Сегодня состоялась прямая линия с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Она длилась два часа, и за это время глава региона ответил на 20 вопросов. От общих, таких как пробки на дорогах Барнаула, до частных. Например, отсутствие мобильной связи в отдельно взятом поселке. Проблемы затрагивались. Только вот по-настоящему острых вопросов, которые требовали бы конкретного решения или разъяснения от первого лица краевой власти, на прямой линии не прозвучало. Хотя они были. Только в издание Сибирской медиагруппы таких вопросов поступило несколько десятков. О том, каким в итоге получилось общение губернатора с жителями, в нашем сюжете. Вопрос частный и вместе с тем затрагивающий многих. Проблема дольщиков жилого комплекса Демидов парк была, по словам губернатора, одной из самых популярных среди обратившихся на прямую линию. Александр Карлин сказал, свои квартиры дольщики получат, нужно только подождать. Сколько именно, впрочем, не уточнил. Зато сказал, кто виновар в ситуации и где именно была ошибка. Надо было очень грамотно выстраивать и финансовую составляющую, и технологическую, для того, чтобы обеспечить выполнение графиков тех, которые доводились до граждан-участников проекта. Это одна причина. И я должен здесь сказать, что администрация города Новоалтайска глубоко не вникла в эту проблему, не остановила это предложение, достаточно рискованное для города. Только ли на руководственного Алтайска из всех органов власти лежит ответственность за проблему дольщиков Демидов парка? Все ли от себя завищещее сделала администрация края? Об этом губернатор не говорил. Как и о других возможных ошибках правительства региона. А вот к недоработкам ниже стоящих чиновников Александр Карлин апеллировал нередко. Есть такое выражение. Там мышь от тоски повесилась. Но это про холодильник, но про некоторые бюджеты можно тоже сказать. Да после еще таких управленцев, как Парадовский в городе Новоалтайске, как господин Жарков в Тольменском районе. И меня слушают коллеги в муниципалитетах и точно знают, что этот список еще не окончательный. Вопросы, касающиеся компетенции только краевых властей, тоже звучали. Например, прозвание ветеран труда, получить которое, как выяснилось, не так-то и просто даже при наличии оснований. Глава региона традиционно не применил подчеркнуть, что размер выплаты ветеранам труда у нас выше, чем в некоторых других регионах. Но почему процедура может затягиваться на несколько лет, не сказал. Меж тем, проблема действительно есть, подтверждает жительница Барнаула, задавшая вопрос губернатору через нашу редакцию. Прошло уже больше 15 месяцев. К сожалению, этого звания я не получила. И никакого внятного ответа, почему это так долго происходит, мне тоже никто дать не может. Через журналистов бюджетных изданий в адрес губернатора звучали благодарности. А вот более-менее острый вопрос о деятельности губернатора и его правительства был всего один. Житель Барнаула интересовался причинами низких зарплат в регионе, обилием торговых центров и причинах спада промышленности. Александр Карлин ответил, промышленность все же развивается, на торговые центры пока есть спрос. А вот часть вопроса про самые низкие в стране средний уровень зарплат оставил без ответа. Мы развиваем Алтайский край, будем этим заниматься впредь. И вот такие голословные оценки нас не остановят. Вопросы про низкие зарплаты, как и другие острые, главе региона адресовывались. В редакцию наших новостей, например, их и подобных поступало немало. Когда будет восстановлено или построено здание детского сада? Как прожить преподавателю среднего учебного заведения на одну ставку, которая составляет всего лишь 11 тысяч? По вопросу выделения машины скорой помощи, вы бы нам пообещали помочь. Вот уже прошло три года, практически вопрос не решен. Будет ли в ближайшее время решаться проблема с помощью получения жилья молодым семьям, детьми? Когда Алтайский край будет получать достойные заработные платы? Возможно ли, чтобы льготные лекарства, которые выдаются бесплатно, выдавались? Таким образом, создалось впечатление, что диалог общества с властью, если и состоялся, то далеко не в том объеме и не стоя старотой, какой желали бы сами жители края. Поэтому вопрос об эффективности этого диалога тоже можно оставить без ответа. Василий Морозов, наши новости. Следующая новость как раз по одному из вопросов, который наши телезрители адресовали напрямую, линию с губернатором. Он касается строительства нового ДК в селе Боровлянка Троицкого района. Здесь возведение культурного учреждения пытаются добиться уже 20 лет. Сотрудники сельского ДК ютятся в помещение, которое раньше принадлежало школе-интернату. Здание ветхое и не приспособленное для занятий. В танцклассе на полу дыры, обшарпанная сцена обита покрывалом, а в зрительный зал могут поместиться всего несколько десятков человек. При этом дом культуры сельчанам власти обещали еще в советское время. В конце 80-х учреждения возводить начали. Тогда же разобрали местный клуб. Но вскоре стройку нового ДК заморозили. Люди остались и без клуба, и без дома культуры. Сейчас о былой стройке напоминают лишь развалины в центре села, куда наведываются только коровы. Сами понимаете, 2000 населения и клуб на 80 мест. И зрительный зал просто... Люди с удовольствием идут, но постоят вокруг клуба. Кто успел, пришел, сел. Кто не успел, значит, на улице постояли и ушли. К другим темам. Рубцовский кожно-венерологический диспансер серьезно оптимизирует. В стационаре больницы в два раза сократят число коек. Вместо 75-ти их останется только 30. Так учреждение сможет экономить бюджет, например, на питание пациентов. Те, кто раньше находился под наблюдением врачей круглосуточно, теперь будут проводить в медучреждении всего несколько часов. Проведя лечебные процедуры, их станут отправлять домой. Для этого добавят 20 мест в дневном стационаре. На ночь хотят оставлять только самых тяжелых больных и тех, кто приехал на лечение из других городов и сел. В самом диспансере считают, что смена формата работы сделает медицинские услуги более качественными и доступными. Такое мнение порталу Рубцовской инфо озвучила его главная врач Елена Дубягина. Напомним, кожно-венерологический диспансер Рубцовска обслуживает жителей не только города. Туда также направляют пациентов из соседних районов. Ежедневно только поликлиника медучреждения принимает около трех сотен человек. До сих пор остается нерешенной судьба останков, найденных на площади свободы в Барнауле. Неизвестно, кто займется перезахоронением костей. Напомним, их поднялись под земли во время коммунального ремонта. Пока части скелетов находятся в лаборатории, но эксперты уже закончили их обследовать. Они определили, останки принадлежат двум мужчинам, женщине и подростку. По мнению специалистов, кости пролежали в земле длительное время, предположительно, несколько веков. Но самое главное удалось выяснить, все найденные ушли из жизни ненасильственно. Следов от ударов ножом или выстрелов на останках не найдено. По результатам проведенной доследственной проверки, следователям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за сутсием события преступления. Была назначена и проведена экспертным учреждением медико-криминистическая экспертиза, которая подтвердила, что данные останки имеют данностный характер. Теперь Следственный комитет должен передать останки на перезахоронение. По некоторым данным их может забрать местная епархия, которая, например, занималась погребением костей, поднятых во время строительства храма в Нагорном парке. Также этой находкой интересуются барнаульские историки. Суски не исключают, что части скелетов могут отправиться в один из музеев края. По закону же погребением невостребованных останков, найденных в городе, занимается администрация. А вот останки трех земляков, погибших в боях Великой Отечественной войны, в ближайшие дни обретут свое последнее пристанище. Спустя семь десятилетий их вернули на родину поисковики из Твери и Санкт-Петербурга. Торжественная церемония передачи останков солдат родственникам прошла сегодня в Барнауле. О том, как это было, расскажет София Кондратьева. Путь солдата домой длился более 70 лет. А ведь он мог остаться пропавшим без вести навечно. Останки Михаила Сердюка нашли поисковики Санкт-Петербургского отряда «Святой Георгий» в мае этого года на месте боев по прорыву блокады Ленинграда. Установить личность помогла ложка. На ней адрес, имя и фамилия. Михаил Сердюк, село Орлеан, Благовещенский район. Только недавно стало известно, что он погиб на фронте в 19 лет. Он был ранен в челюсть, в общем, как бы в щеку или, ну, в челюсть его была. Он, после этого ранения, он снова в строй встал. Где-то лечился. Вон, последнее это было письмо, что он, я снова возвращаюсь в строй. И все, и больше никаких известий от него не было. Приходило извещение о том, что бабушке моей, его матери, что он пропал без вести. Вместе с останками Михаила Сердюка на Алтай доставили останки еще двух солдат – Николая Жигульского и Василия Николаева. Вернуть бойцов на родину получилось во многом благодаря всероссийскому проекту «Дорога домой». Его создал военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа, чтобы помогать поисковым отрядам доставлять домой бойцов. Наша задача является все-таки немножко другая. Она является помочь именно этим отрядам, которые нашли бойцов, довести их до места захоронения. Родственников найти когда как, когда трудно, когда они быстро находятся. В данном случае удалось найти, как бы родственники откликнулись, были рады тому, что их предки нашлись. Поисковый сезон начался еще в апреле. Наши ребята работали в Севастополе, Калужской и Новгородской областях. А в ближайшие дни отряды отправятся в Брянскую, Ленинградскую область и Карелию. Как всегда, с надеждой, что вернут домой наших земляков. София Кондратьева, Андрей Печоркин. Наши новости. На Алтае продолжают подводить итоги единых госэкзаменов. Окончательные результаты станут известны через пару недель, но по предварительным уже ясно. Выпускники этого года испытания выдержали успешнее своих предшественников. Так, 90 ребят набрали по 100 баллов, в то время как в прошлом году таких выпускников было всего 30. В целом, по краю стал выше и средний балл. Основные предметы математику и русский язык на хорошо и отлично сдали 80% выпускников школ. Значительно улучшился показатель по информатике, которую сдавали 600 человек. 100 балльников среди них оказалось пятеро, а год назад было только двое. Достаточно большое количество, около 600 детей показали результат 90 и более баллов. Это очень-очень хороший результат. И выпускники сегодня, и родители в большей степени поняли, что единый государственный экзамен, как по всей стране, так и в Алтайском крае в частности, проходит честно и объективно, и к нему необходимо готовиться. Прокуратура Барнаула сочла банкротство Алтайской академии экономики и права преднамеренным. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили, должностные лица академии специально продавали имущество по заниженной стоимости. Именно это, по мнению правоохранителей, стало причиной того, что вуз не смог рассчитаться с кредиторами по долгам. Деньги за обучение не вернули четырем сотням студентов и заработную плату десяткам бывшим работников вуза. В общей сложности заведения должны им около 27 миллионов рублей. Общая же сумма ущерба от проданного по заниженной цене имущества академии оценивается в 67 миллионов рублей. Напомним, действие госакредитации АЭП закончилось в августе 2016-го. В сентябре Рособорнадзор приостановил действие лицензии академии. А в начале мая этого года в вузе вели процедуру наблюдения. Причастность конкретных должностных лиц академии устанавливается следственным путем. Им будет дана уголовно-правая оценка в ходе предварительного расследования. В санкции статьи предусмотрено максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 200 тысяч рублей. В Алтайском крае разработали новый туристический маршрут. Он пролегает в юго-западной части региона. Точка старта – Тегерекский форпост Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, построенной еще казаками-первопроходцами. По их следам прошла экспедиция «Душа Алтая-Тегерек» в составе группы спортсмены, журналисты и депутаты Краевого Заксобрания и Госдумы. Большинство мест, где побывали туристы, ранее неизведаны. Результат – несколько тысяч отснятых фотографий, терабайты видеоматериалов и масса эмоций. Наши коллеги встретили вернувшихся в цивилизацию туристов. Ура! 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 Вот они, впечатления. Запланированный финиш в Бийске пришлось перенести на три часа. На последних километрах произошла очередная поломка. У одной из машин команды порвало фаркоп. Сварили, приварили, сделали, дальше поехали. Болты, кстати, вот с этого укрепления одного, видите, нет укрепления. Вот еще сварку добавили. И болты в другую сторону перекрепили. Не было инструмента и не было металла. Все, с чего смогли, с того взяли. Стелла Бийск как знаковое место. Остановиться здесь значит поставить точку в маршруте протяженностью в тысячу километров. Недолгие прощания и долгожданная дорога домой. Всего несколько часов сна и уже утром большая пресс-конференция, где участники экспедиции поделились впечатлениями о поездке с журналистами. В этом году Алтайскому краю исполняется 80 лет. И все-таки показать вот нашу, наверное, главное конкурентное преимущество, я не говорю об отраслях, не говорю о сельском хозяйстве, а вот именно о нашем все, это природа. И показать ее с такой точки зрения, вот первозданную природу, плюс добавить, наверное, к этому такие эмоциональные составляющие, как экстрим. И вот в этом путешествии, в этой экспедиции, мне кажется, у нас это получилось. Идея разработать новый маршрут принадлежит депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. Его поддержала команда спортсменов-автомобилистов, журналистов федеральных и местных СМИ. Здесь своя особенная красота. И не правда, что Ермак покорил Сибирь. Это Сибирь покорила Ермака и его сотоварищей. Заставила остаться здесь навсегда, потому что иначе нельзя, потому что эта земля, этот воздух, эти горы, эти травы, они навсегда остаются в душе и уже никогда эту душу не покинут. 15 человек прошли в сумме почти 400 километров по бездорожью. Уникальный маршрут затронул лучшие места Тегерекского заповедника. Участники экспедиции побывали в пещерах Страшная и Ящер. Когда мы ехали, к тому не навредить, у нас на каждом маршруте был представитель заповедника, который нам прорабатывал маршрут и показывал, где мы должны проехать, чтобы либо не нанести вред природе, либо минимальное воздействие было на природу. Главный результат экспедиции – несколько радиальных, то есть построенных вокруг базы, маршрутов по Тегерекскому заповеднику. Одно из самых малых заповедных территорий в России. Он сам по себе уникальный. Почему? Потому что здесь сохранился тот ареал обитания зверей, которых сейчас уже, в общем-то, на равнине нету. Охотниками все выбито. А здесь за счет того, что труднодоступность, ну и охрана соответствующая, в общем-то, осталась и живность, и, в общем-то, много краснокнижных видов растений. Много насекомых, то есть, которыми занимается научный отдел. Маршруты будут доступны для любой категории туристов, причем с минимальным уровнем подготовки. Пещера хорошая, некатегоринная. Она очень красивая. Я люблю пещеры, которые некатегоринные, где можно сходить, погулять и посмотреть. Потому что основные все пещеры, они узкие. Вниз, вверх, там далеко, там альпинистом надо быть. А здесь вообще красиво. Пока же творческий костяк экспедиции попросил небольшой тайм-аут для подготовки материалов к публикации. А в сентябре в Государственной Думе в рамках Дней Алтая состоится большая фотовыставка и презентация документального фильма. Александр Прокопьев намерен рассказать своим коллегам о новом маршруте и туристическом потенциале Алтайского края. Набирает обороты. Чемпион мира Сергей Шибенков побил собственный рекорд текущего сезона. Теперь самый быстрый человек пробегает 110 метров с барьерами за 13,01 секунды. До этого максимально было 13,09 секунды. Тем не менее, столь оптимистичный результат не позволил Сергею подняться на первую ступень пьестала. Кто оказался быстрее, знает и крок клуба по хоккею на траве Елизавета Попова. И прямо сейчас Елизавета попробует себя в роли ведущей новостей, заодно расскажет подробности забега Сергея и еще массу интересных событий. Елизавета, вам слово. Спасибо, коллеги. Отлично, начинаем. Безусловно, сейчас главный поставщик информационных поводов наш с вами земляк Сергей Шибенков, барьерист. Можно сказать, выходит на финишную прямую перед главным событием двухлетия чемпионатом мира. Тем интереснее наблюдать за его ростом после длительной паузы из-за допингового скандала. Главная битва, как и в предыдущем старте, развернулась с олимпийским чемпионом. В бразильском Рио Амаром Маклеудом. Буквально пару дней назад все те же лица бежали в Париже. Тогда Амар якобы получил травму. Судя по всему, слово якобы в данном контексте актуально, как и никогда. Вот он, Ямаец, жив и здоров. Мало того, еще и первый финишировал. Сергей прибежал чуть позже, чем Амар. Разница между ними в данном старте всего лишь 0,05 секунд. Ух, в Лондоне, где в начале августа как раз и придет чемпионат мира, будет очень жарко. Не приключаемся с мировых новостей. Нарушителем заграничного спокойствия выступил хоккеист Андрей Свечников. В услугах Барнольца заинтересовался один из маститых клубов по ту сторону океана. Именно Андрея спортивные функционеры выбрали под первым номером во время импорта драйфта канадской хоккейной лиги. Это значит, что теперь наш земляк может выступать за команду Барри Кольц. Местные специалисты не поскупились на комплименты в пользу Андрея. В частности, отметили талант 17-летнего хоккеиста. Давайте вместе порадуемся за парня. Все-таки наш из Барнаула. Так что в полку прибыло. Прибывает в полку и в клубе Алтай Баскет. Правда, об этом болельщики узнают в последнюю очередь. Информацию о перемещениях, передвижениях, перестановках команде приходится добывать буквально по крупицам. Вот что удалось узнать. Игроки вместе с тренером Евгением Горьевым переместились в Павловск. Там на местном стадионе проходят сборы. В обоим местных воспитанники есть и пополнение. Правда, пополнение в полной мере это сложно назвать. К команде присоединился воспитанник спортивной школы Алтай Баскет Павел Мыльников. Дело в том, что Павел в последние годы провел сначала в Химках, затем в Нижнем Новгороде. Официальный сайт молчит. Сборы продлятся до 21 июля. Пока же по-прежнему по Алтай Баскет в активном поиске. Сроки назначения нового главного тренера в очередной раз перенесены. На этот раз на 11 июля. Ждем. Больше болельщикам, похоже, ничего не остается. На этом у меня все. Эти две с половиной минуты вы провели вместе с игроком клуба по хоккею на траве, коммунальщик Елизаветы Поповой. Надеюсь, было интересно. Коллеги, принимайте обратно пас. И на этом наш выпуск завершен. Я вам желаю всего доброго и до встречи в эфире. Василий Баклаков Василий Баклаков воевал под Москвой на Центральном, Белорусском и Первом Украинском фронтах. В 1944 году стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Баклакова форсировала реку Висла и захватила вражеский плацдарм. Неоднократно комдив выходил на передовую, подавая бойцам личный пример. Получил тяжелое ранение, но продолжил руководить дивизией. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Василий Мануйлов воевал на Центральном и Первом Украинском фронтах. В 1943 году в числе первых в полку переправился с пулеметом на правый берег Днепра и огнем прикрывал переправу. Позже при форсировании подразделениями реки Припять переплыл на противоположный берег и подавил огневые точки противника, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В этом же году Василий Мануйлов погиб в бою. В честь героя названа школа номер 5 в Змеиногорске. Николай Маркелов воевал на Северокавказском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Прибалтийском фронтах. Летал на самолете Ил-2. За годы войны совершил 105 боевых вылетов. Уничтожил 4 вражеских самолета, 25 танков, почти 100 автомашин с войсками и грузом. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в ноябре 45-го на Украине при выполнении служебных обязанностей. Продолжение следует...